В конце сентября в Петербурге прошел международный конкурс красоты «Невские берега». Первое место в одной из номинаций заняла художник-аквагример из Иваново Анна Кожаткина. Несколько месяцев назад мужи рассказывали о ее победе на фестивале татуировки в Сочи. С помощью кисточек и красок девушка творит чудеса. Тема работы, которую Анна представила в северной столице – сны художника. За этим конкурсом я следила давно. Мне очень давно хотелось на него попасть. Но сначала я решила съездить в Сочи в более простой конкурс, чтобы себя попробовать. Когда это мне удалось, я решила летом, что все-таки я регистрируюсь и поеду в Питер. Неизменная спутница Анны на всех соревнованиях – ее подруга Юлия. Ее лицо и тело уже не раз становилось холстом для художеств. В преддверии Хэллоуина Анна решила потренироваться, превратила приятельницу в жуткий скелет. На половину лица ушло около полутора часов. Чтобы разукрасить все тело, как на конкурсе, потребуется весь день. Дрех от такого отказываться. Как бы и в конкурсе интересно, естественно, поучаствовать, так как будет мировой конкурс. Столько приедут с разных городов мира. Это интересно. Мне это нравится. Следующее непростое испытание для Анны – чемпионат мира по боди-арту, который пройдет следующим летом в Австрии. Тема будет известна через несколько месяцев. Полгода у Анны будет на ее обдумывание. Сложности добавляет еще и то, что на мировом чемпионате нужно будет представить сразу два образа. Это будет уже 20-е годовщина. Вот в 19-м году будет 20-летие. Если в Петербурге у Анны было 20 конкурентов, да и те в основном из России, то в Австрии соперников будет в два раза больше. Несмотря на это, девушка рассчитывает на победу, как минимум войти в тройку призеров.